От Иоанна, святое благовествование, никто не может прийти ко мне, если не привлечет его отец, пославший меня. Приветствуем, друзья, на библейском портале Экзегет. Мы отвечаем на вопросы по содержанию Священного Писания Нового Завета, по тем затруднительным для понимания местам, о которых вы спрашиваете. Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его отец. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 44 стих. Значит, от самого человека мало что зависит. Человек не может сам по себе стать верующим. Почему так много неверующих вокруг? Почему их не привлекает отец? И есть ли их вина в том, что они неверующие? Эти вопросы напрашиваются при неправильном понимании слов Господа о том, что привлечение к нему Отцом Небесным вовсе не избавляет человека от необходимости свободного выбора, предоставленного каждому из нас. Действительно, Отец Небесный, открывая нам Свои объятия, посылает единородного Сына Своего с тем, чтобы, устыдившись и уверовав в Него, мы оказались бы Его учениками и последователями, Его проповедниками и исповедниками, и таким образом совершили бы свое возвращение в Дом Небесного Отца, возвращение блудного Сына к своему Небесному Родителю. Для чего нужно это Слово Господне? Чтобы никто из нас не превозносился собственной мыслью и не думал, будто он сам в состоянии устроить свое собственное спасение. Есть понятие промысла Божьего, который, с одной стороны, простирается на продолжение нашей жизни и устраивает ее пути, помогая нам в времена заблуждений сменять временами покаяния и исправления. Для этого и проходит череда лет, для этого не кратка наша земная жизнь, но имеет свою продолжительность, чтобы мы в ходе ее течения изменились, принесли Богу покаяние. Покарай Бог блудного Сына во времена Его пребывания на стране далече, то погиб бы он навсегда. Но Господь, никому, не желающий погибели, но всем ищущий спасения, приливает и дни жизни нашей для того, чтобы устроилось наше обращение. Это естественный круг Божественного попечения о мире, о человеке, поддерживающем наше земное бытие. Но есть и круг его сверхъестественного промысла, дело которого — устроение нашего вечного спасения. И здесь уже Господь проявляет свое на нас попечение устроением дела никому не посильного, кроме него самого. Это Боговоплощение, схождение на землю Бога, единение Божественной природы с человеческой природой в личности Иисуса Христа. И устроение уже силой Духа Святого Церкви, в которой мы и приемлем плоды искупительной жертвы Христа Спасителя. И мы приобщаемся к благодати Божией. И мы становимся причастниками Божественного естества по определению апостола Петра. Это дело для человека непосильное, невозможное. От нас возможно только расположение, произволение. Поэтому никто не придет к Отцу только мною, и никто не придет ко мне, не будучи устроенным к этому и расположенным к этому Отцом Небесным. Что из этого следует? Тот, кто не приходит к Сыну, тот отвращается от воли Отца. Тот, кто не исповедует Христа, тот является противником самого Небесного Отца Его. Это обращается и к иудеям, которые говорили мы, Богу поклоняемся, которого Авраам нам засвидетельствовал. А Господь обличает их. Если бы вы Богу Авраамову поклонялись, то вы бы и меня любили, ибо Он меня послал. Но вы отца вашего дьявола дети, и его похоти хотите творить. Это слово о том, что только Отец Небесный привлекает к Нему, к Сыну Его Единородному. Указание на то, что непочитающий Сын и непочитает и Отца. Таким образом, от нас требуется произволение, от нас требуется расположение своего сердца, ума, всей крепости своей ко Христу. А уже все остальное, устроенное Пресвятой Троицей для нашего спасения, совершается. И нам не о чем гордиться, ибо мы творим ради собственного спасения только то, что должны. А уже Господь Всемогущий устрояет воле Отца Небесного, служением Господа Иисуса Христа, найти Духа Святого Божьего наше спасение в вечности. Субтитры создавал DimaTorzok